Они хотели тихой и спокойной жизни вдали от городской суеты. Но посреди 68 микрорайона внезапно начались строительные работы. Прямо в центре комплекса появится четырехэтажный многоподъездный дом. Челнинцы такому соседству не рады. По их словам, на этой территории им обещали возведение социально значимого объекта – школы и детского сада. Съемочная группа «Челны-24» встретилась с местными жителями и поговорила с представителями застройщика. Туи попадают в зону возведения многоквартирного дома. И их надо будет убрать. Несколько лет назад, когда Сергей Багдарин высаживал деревья, никакой стройки здесь не планировалось. Но после того, как сюда пришли рабочие, благоустроенный участок не узнать. Под снос уже попала детская площадка, которую местные жители построили на деньги республиканского гранта. Площадка была построена, эксплуатировалась на протяжении пяти лет. Ну, примерно пяти лет. Появился застройщик. Значит, первым делом, что он сделал, это снес этот объект. Сейчас здесь активно ведутся строительные работы. Новый дом расположится прямо посередине 68-го микрорайона. Он будет четырехэтажным. А если посмотреть вокруг, то здесь находятся только двух и одноэтажные дома. Местные жители готовы до конца отстаивать свои интересы. Тем более, что, по их словам, они узнали о том, что именно здесь будут строить только после начала работ. В данном поселке нет социальных учреждений. Мало того, что если будет построен этот многоэтажный и многоквартирный дом, то куда все это население поведет своих детей? Ни детского сада, ни школы, ни медицинского учреждения, элементарно медицинского пункта какого-то. И участковый наш милиционер, оказывается, как выяснилось, он относится вообще к Комсомольскому району. Проблему сплотила жители 68-го микрорайона. И большой делегацией они отправились на публичное слушание по землепользованию в мэрию и просили хотя бы временно заморозить стройку. В сердце комплекса должны быть детский сад и школа, считают челнинцы. Три ребенка у меня ездят ежедневно, я их разложу по очереди, по школам, по детским садам. И потом забираю. У меня у соседа ребенка даже сбили на пешеходном переходе на проспекте Шлег. Впервые выслушав обращение жителей 68-го микрорайона, представитель застройщика пообещала решить часть проблем, которые копились тут годами. Но только если удастся найти компромисс. Проектом предусматривается подвод централизованной сети водоснабжения, водоотведения, ливневой, то есть и хоз бытовой канализации. То есть у жителей будет возможность присоединиться к нашим колодцам и тем самым у них решится очень большой вопрос. Тем временем закон о сначала стройки проверила прокуратура. И возникли вопросы. Возбуждено административное дело. «В нарушении требований статьи 52-го градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик не направил в установленный законом срок, а именно семь дней до начала строительства, выполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган извещения о начале строительства». Однако пока стройка не заморожена, а местные жители, как и строители, отступать не намерены. Смогут ли стороны найти компромисс? Программа «Челны-24» будет следить за развитием ситуации.